Количество новостей, связанных с кибератаками, постоянно растет. По данным Ростелеком Салар, на Урале в марте было совершено несколько ДДОС-атак. Самое длительное продолжалось 237 минут. Меры по безопасности интернета предпринимают Минцифры региона и провайдеры. За последнее время спрос на специалистов по информационной безопасности заметно вырос. Сейчас в университетах продолжается обучение по профильному направлению. Однако с трудностями сталкиваются и студенты, и преподаватели. Достаточно сложный процесс в плане подготовки специалистов, потому что требует переподготовки самих преподавателей, чтобы переходить на новые решения и учить студентов более актуальным подходом. Тем временем Ростелеком заключил соглашение с компанией «Доктор Веб». Оно позволит обмениваться информацией, связанной с актуальными киберугрозами. В том числе позволит нам, как Центру противодействия к кибератакам, получать дополнительные индикаторы компрометации. Это некие индикаторы, которые позволяют нам, как Центру противодействия к кибератакам, понять, идет ли атака на наших заказчиков. Впрочем, пострадать от рук киберпреступников может и обычный пользователь. В основном методы мошенников не изменились. Это фишинговые сайты, взлом аккаунтов и кража данных банковских карт. Мы не рекомендуем скачивать вложения, поступаемые от каких-либо пользователей. Все-таки в них может быть вирус зашит. Ну и остальные рекомендации, мы всегда о них говорим, это использовать антивирусные программы, задавать для своих учетных записей разные и сложные пароли. На пресс-конференции специалисты затронули особенно популярные в последнее время VPN-сервисы. Их использование пока не запрещено. Однако IP-адрес другой страны не всегда сможет защитить от атак преступников.